ЛИГА ЧЕМПИОНЫ Приветствую всех. Итак, Ливерпуль-Наполи. Последняя игра для этих команд на групповой стадии Лиги Чемпионов этого сезона 2022-2023. Болел за Наполи как за родных и естественно из-за Ахвичи Кварасхелия. Считаю, сыграли в общем абсолютно на равных против Ливера. Во втором тайме был интервал, когда и преимуществом владели. Даже гол соорудили в этот промежуток после навеса со стандарта от Хвичи. Но Вар мяч отменил из-за вне игры. Далее продолжали играть на равных и в принципе ничейный результат мог быть и справедливым. Но сработала магия Энфилда. Не иначе и на 85-й хозяева поля после углового смогли затолкать гол. Отличился Салах. Причем Мерет не позволил мячу коснуться непосредственно сетки ворот. Судья добавил к основному времени 7 минут. И футболисты Лучано Шпалетти сделали много для того, чтобы отыграться после пропущенного мяча. Но не получилось. При этом стали естественно попадаться на контратаки. А Ливерпуль напротив смог забить второй. Опять после корнера. Уже на 96-й. И опять смотрели Вар и засчитали этот успех Дарвина Нуниса. Хвич Акварасхелия показал добротный, а главное опять свой стабильный футбол. К уровню которого мы начинаем привыкать. Что очень приятно. Запомнился еще эпизод с его жестом. Когда он покрутил пачем рядом с головой в сторону Трента Александра Арнольда. Который саданул Хвичу по ногам. Когда тот был к англичанину спиной в бровке. Этот тренд помимо того, что абсолютно недослуженно распиаренный защитник. Так еще и достаточно наглый и хамоватый парень. Но Акварасхелия совершенно не тушуясь проявил себя в том эпизоде. Думаю, выдвав улыбку у многих. Еще в этой игре обратил внимание на потрясающую культуру паса грузинского футболиста. Отправляет мячи на разные расстояния очень уверенно, спокойно и с достаточной точностью. Ну а результат 2-0 в пользу команды Юргена Клоппа. Но Наполи все равно финишировал первым в этой группе. И в этом матче проявил себя очень достойно. Продолжение следует...